Итак, всем привет, с вами Наташка, мы продолжаем играть в Перед Будущая серия номер 15 И посмотрите внимательно на экран, вы видите очень интересную штукенцию Да, сейчас я поясню, я купила Перед Будущая Limited Edition, то есть ограниченное издание И в это ограниченное издание входила вот такая вот вещь, которая называется квантовая силовая камера Да, и в общем-то, знаете что, я хочу ее в этой серии испробовать И первый претендент на ее пробу Бен Невилл, да, он сейчас проснется и пойдет, зайдет в эту камеру Роберто там ходит гулять, я смотрю, прогуляться решила Итак, тут у нас есть два разных действия, войти в Стас и оборудовать силовой костюм Давайте сначала мы сделаем вот это действие, потому что мне оно более интересно Да, и второе действие будет войти в Стас Кстати, то, что он не выспался, это ничего страшного, потому что я примерно представляю, что эта штука может делать И мы сейчас это увидим, как это будет происходить и какая анимация будет Давайте посмотрим, Бен, заходи в свои пижамки в эту штуку он думает, что это такое, что меня мучают, господи, меня сейчас убьют, оу, все, мне конец, это что было сейчас только что, чуть лицом, ой, какой красавчик, да посмотрите, у него изменилась прическа, добавился супер-пупер костюм, с каким-то браслетом, или даже, ну, короче, как в фильмах разных, знаете, очень интересная штука, давайте посмотрим, какие уже действия у нас есть, а, значит, первое действие у нас сканирование окружающего пространства, насекомые, семена, скалы, драгоценные камни и металлы, ух ты, это надо потом опробовать будет, значит, запустить биостабилизатор, давайте посмотрим, что это значит за действие, биостабилизатор, мне кажется, это касается нужд, вот мне, честно, кажется, и я, наверное, права, ага, посмотрите, все нужды стабилизировались, они стали на одном уровне, посмотрите, класс, следующее у нас, что у нас, прыгнуть через искривление пространства, что это значит? Ага, это подобный летающего ранца, мы сейчас сможем выбрать участок, на котором мы окажемся, да? Он сейчас просто тупо телепортируется, вау, вау, ребята, вау, ха, клево, и звуки такие шикарные, так, я хочу еще раз это сделать, назад, домой, потому что нам нужен дом, потому что я хочу воспользоваться этой камерой, после этого силового костюма, окей, ну что же, давай, посмотрите на его лицо, он просто он просто очень важный, посмотрите, какой он, он уверен в себе, и где же ты? Ну что же, итак, возвращаемся назад в дом, и я хочу, чтобы он зашел в эту камеру, войти в Стас, подожди, рабайтерочка, что ты собираешься делать? Не мешай, пожалуйста. О, ей понравилась эта штука. Роберточка, давай ты отправишься сейчас наверх, и немножко займешься чем-нибудь полезным. Я не знаю, посидишь в компьютере, например, писать. Учиться писать книги, я не знаю, недвижимость, свидание в интернете, болтать, ну пускай она поболтает с кем-нибудь там, а мы возвращаемся назад к Бену, и посмотрим сейчас, что же и как это будет происходить. Я надеюсь, будет очень хорошее посредство после этого. О, господи, он что, палец сосет? Посмотрите, нужды, нужды превратились просто в идеальные. Я хочу посмотреть мудлеты, почитать. В Стасе. Бен Невилл заморожен в Стас. Это, в это время у него отсутствуют какие-либо потребности, он даже не стареет. Охренеть. Простите, но это просто жесть, крутая. Экипированный в кантовом силовом костюме, Бен Невилл обретает необычные способности. Да, это я уже заметила. Персонаж чувствует себя средне, как если бы все его потребности вдруг привели к общему знаменателю. Ага, это после того, как мы биостабилизировались. Угу. Ну, в общем-то, посмотрите, у него увеличились все нужды, и нам как раз для работы это нужно. Потому что скоро он отправится на работу через 3 часа. И я думаю, что в силовом костюме на работу будет в самый раз отправиться. О, у нее отрицательный мульлет появился после этого. Гибернационная болезнь. При выходе из таза может наблюдаться потеря ориентации. Угу. Персонажу понадобится некоторое время, чтобы восстановиться. 6 часов. Сколько он? Ну, что-то 15. Ну, немного, на самом деле. Ну, давайте пока... Бен, у нас ждет машину, он почитает какую-нибудь книженцию? Или давайте, пускай он поиграет в шахматы. Я хочу посмотреть, как Сим играет на этом супер-пупер предмете в шахматы. Шахматный стол такой интересный. Ну, ладно. Через час прибудет машина. Ну, хорошо. Сейчас он немножечко поиграет и отправится на работу. А мы возвращаемся к нашим другим Симам. Эрик сейчас спит, и ему, наверное, как раз бы пригодилось воспользоваться вот этой машиной, которой только что пользовался Бен, и нормализовать свои нужды. Потому что я хочу, чтобы Эрик с утречка отправился в пустошь и занимался там полезными делами, которые я как бы запланировала для него. Вот. Посмотрите, Бен обычно играет в эти штуки, и мне кажется... Они же... Они же это... Голографические, как бы, да? Не настоящие. Сами шахматы. Я на самом деле не очень сильно умею играть в шахматы, я в шашки больше умею играть. Ну что же, ты давай уже заходи в этот... Боже мой, ты там что, пукнул? Извините. Просто у них такие разные эмоции в этой штуке. Тот палец сосал, этот нос закрывает. Выходи давай. Клевая штука на самом деле, ребята. Я очень рада, что я купила limited edition. Очень рада. Итак, давайте мы его отправим в пустошь. Пустошь, пустошь. И будем там сейчас собирать хрустальные цветы, потому что я поняла, как это делать. Спасибо за ваши комментарии. Вот. Отправимся в пустошь. Потом я хочу зайти в корабль пришельцев, который обрушился, да, упал на землю. А Кассандра наша... О, неужели она тоже в шахматы? О, она присоединилась к Бену? Посмотрите, какая умничка. Ну, поиграйте немножко. Бен, подожди, у тебя уже машина ждет 15 минут. Я понимаю, что ты хочешь обнять Кассандрочку. Да, ну, я думаю, ты ее обнимешь после... после того, как приедешь с работы. Да. А Кассандра отправляйся рисовать. Немножечко порисуй. Дорисуй свою картину. Мне интересно, как эта картина будет выглядеть. Она, наверное, будет голографическая просто. Необычная на бумаге, как мы вешаем на стену. Знаешь, знаете, когда Сим нарисует что-то, а голографическое. И я хочу посмотреть потом в будущем, как она будет висеть на стене. Итак, Эрик, ты уже как там? Ты где там? Ох, ты едешь на своей летающей доске, и она так долго едет. Давайте мы просто перемотаем. Бен, сейчас ты отправишься на работу, и я тебе дам нормальное действие, а не рутинное работа изучать небесные тела. Или, может быть, давайте познакомимся с коллегами. Хотя, у него только настроение нужно, так что, у него отличное настроение после этой камеры квантовой, силовой, так что, я думаю, он будет хорошо подниматься. Лучше давайте выберем изучать небесные тела. Мне кажется, продуктивнее. Итак, он хочет получить прибавку к зарплате. Кстати, Роберточка, когда ты, ты чем занимаешься? Ну, она болтает в компьютере. Когда наступит 12 часов, мы опять отправимся соревноваться на арене ботов. Пускай, может быть, она и не выиграет, но пускай она получит некий опыт, чтобы потом в будущем она выиграла и получала огромные суммы. Ну что ж, ты там долго будешь жить? Ну, давайте перемотаем очень долго эта штука. Все, мы прилетели. Итак, я хочу повзаимодействовать с этими цветами. Давайте этот цветок мы зарядим эмоцией смех. Да, каждый, ух ты, там на ниты ползает, мы сейчас поймаем на нита. Подождите-ка, заряжайся эмоцией. Господи, такие классные звуки издает. Во, посмотрите, уже пошло-поехало. И дальше нам надо подвести курсор к этому цветку и обратить внимание на как бы зарядка эмоциями смех на 27%. Короче, он зарядился на 27%. Следующая зарядка эмоций через 20 минут. 24 минуты. Хорошо, как раз мы займемся сбором нанитов, которые тут у нас ползают. И потом через 24 минуты мы опять-таки будем несколько раз нажимать на смех и тогда мы сможем зарядить этот цветок. Ух ты, у нас здесь еще есть и другие цветочки. Давайте мы попробуем их зарядить другими эмоциями. Например, этот любовь, а этот пускай будет доброта. Я хочу 4 разных цветка зарядить разными эмоциями и посмотреть какие же они будут в итоге и что же мы сможем делать с этими цветочками. Так мило. Так мило-мило-мило. Давай, давай. Ух ты, он тут флиртует с этим цветочком, я смотрю. Он розовенький. А доброта, наверное, зеленая будет. Давай, разговаривай с этим цветочком. Наверное, с этим мы уже можем повторный раз. Да. Завершает картину. Ну вот, сейчас мы посмотрим, что же это за картина у нас такая голографическая. Кассандрочка, хочет улучшить навык рисования. Господи, какая тут гроша... Ой, что ты делаешь? Обнять себя? Ага, отличное действие. Итак, давайте посмотрим, как эта картина будет выглядеть. Сейчас мы ее повесим как-нибудь. Здесь нельзя? Ладно, мы сейчас багаж ее положим. и потом повесим ее где-нибудь в квартире. В доме, точнее. В доме, в доме. Тут одни стекла. Наверное, вот здесь можно повесить эту картину. Ну, вешайся. Ну, мы повесили с той стороны, в ванне. Хорошее место для картины. Чудо совершено. Так, знаете, что мне сказали в комментариях? Чтобы Кассандрочка перестала ходить такой походкой, нужно воспользоваться прозрачной росой. Также используют росу на себе, и тогда все вот эти действия с этим вот лет и пройдут. Спасибо за комментарий. Сейчас мы проверим, работает ли это. Я думаю, работает. Этот человек не ошибается. Наверное, пробовал уже. Итак, яркие цвета может и забавно, но Кассандра Шенделлаз. Я фамилию вообще ни разу не читала, представляете? Так, уже сыта по горло. И на целое время очистится прозрачной росой. Вот, посмотрите, она теперь будет нормально ходить. Ведь так? Давайте проверим. Будешь ты нормально? Господи, хватит общаться со своим питомцем. Ходи, давай, нормально. Ага. Ну, в общем-то, да. Давай еще раз чуть-чуть порисуй, а мы вернемся назад к Эрику. Я хочу посмотреть, как у него дело с цветками. Он, по-моему, уже договорил с ними. Кстати, сколько они уже зарядились? На 54. Так, давайте посмотрим, что с этими цветочками. Как они поживают? Розовая любовь, это, конечно же, да. Потом доброта зеленая, как я и думала. А смех у нас какого цвета? Синего. Ух ты, как он красивый, а? Когда он зарядится до конца, мы сможем собрать урожай. Мне кажется, после того, как он, ну, чем больше он разговаривает на эту тему, чем ярче цветок становится. То есть, он розовее становится. Посмотрите, сейчас мы 27 процентов. О, видите, розовее стал. Клево. Интересно, придумано. Так, давайте мы... О, господи, как они долго болтают. Давайте мы просто примотаем. Вот. Дальше мы пообщаемся с тем цветком опять. Мы так будем от другого к другому цветку переходить, пока не дозаряжаем их всех. Давай. Все, он договорил. Теперь здесь можем несколько раз сделать. Так, пока еще через одну минуту. Одна минута уже прошла. Одна симовской минуты. Потому что, знаете, первый раз я подумала, что нужно ждать 24 минуты нашего времени, а не симовского. Слава богу, симовского. Это, конечно, это вообще был бы бред, если бы надо было ждать 24 минуты нашего времени. Посмотрите, он стал синее. Синее. Странно звучит. Голубее. Тоже странно звучит. Ну ладно, короче, давайте еще раз сделаем последний раз и тогда, наверное, он зарядится до конца, потому что 81%. Перемотаем, давайте. Вот. И сейчас мы сможем собрать этот цветок. Господи, как же красиво. И звуки разные. Чем синее он становится, тем звуки более, ну, отличаются от прежних. Да. все, мы его зарядили до конца. Так ведь? Сто процентов. Собрать урожай. Давай, собирай урожай этого цветочка. Мы сейчас посмотрим, какие же действия мы можем делать с этим цветочком. Ну, я думаю, тоже что-то такое интересное, подобное росе. Да, тоже на себя как-то использовать. Не знаю, сейчас посмотрим. давай быстренько. Все. Нет, следующий не надо собирать. Собирает кристальное растение. Отлично. Сейчас же давайте зайдем в его багаж. И у нас появился тут... Да. Давайте проверим. Стой, стой, стой. А, ну, с этим Бруком сейчас болтать будет. Ага, заряжено эмоцией смех. Хорошее качество. Давайте попробуем собрать напряжение. Вау. Как ты там, Бен, поживаешь у нас, а? О-о-о! Он его разбил. Так, нам надо выбрать вот так, вот это. И что? И тебя появился мудлет. Напряжение нарастает. От энергии из хрустального цветка Эрик превращается в гениального комика. Каждая шутка становится шедевром. Вот молодец какой. Надо будет воспользоваться этим мудлетом и пообщаться с каким-нибудь симом. Рассказать какую-нибудь шутку, я думаю, понравится этому симу. Ладно, давайте мы перемотаем, пускаем поговорить с этими цветками. Зачем ты встал в цветок? Господи, слишком близко подошел. Не рассчитал, наверное, расстояние. Наверное. Нам, наверное, еще последний раз осталось с ними поговорить. И все. Через сколько минут? А, заряжено полностью. Как же здорово. Давайте соберем урожай. А здесь? А, через 14 минут. Хорошо. Это что-то за минус 80 миллионов? Кассандрочка, ты дорисовала? Она кушать хочет. Ну, давайте мы ее... Ага, вот она взяла покушать. Это что это у нас? Тыквенный пирог. Для тарелки. Понятно. Что у нас минус 80 миллионов-то? Так, ну что же. Сейчас соберет. Мы их, кстати, можем сажать, эти цветочки. Я думаю, это очень интересно. Итак, давайте сейчас... О, Бен уже возвращается с работы. Он повысился, не? Повысился? Ага. Ой, он сейчас повысится. И, здорово. Господи, я так восклицаю, наверное, очень громко. Вы, наверное, оглохли. Так, я хочу посетить это место. Эрик, отправляйся. А Бен сейчас повысится и прозвучит замечательная музыка повышения. Да. Ну и что, ты созерцатель звезд. Плюс премия 276 миллионов. Теперь он получает 29 миллионов в час и работает с 8 до 16. Здорово. Бен, давай в качестве подарка тебе ты отправишься кое-что сделаешь. Подожди. Подожди, подожди. Давай, не надо ехать назад домой. Я хочу воспользоваться твоим силовым костюмом. Нормализовать наши, как бы так сказать, нужды. Чтобы досуг стал нормальным. Эй, а досуг чего не стал нормальным? Ладно. Сейчас мы воспользуемся компьютером, который у нас тут есть. И поиграем в игрули. Кассандра решила посмотреть телевизор. Давайте мы сделаем Кассандре действие такое. Пособирать цветочки. Точнее, рассус цветочков. Вот. А наша Роберта, ты можешь отправляться... Господи, они с ними там постоянно общаются. Вот постоянно. Только дело, что общаются. Я хочу, чтобы она состязание пламботов, состязание эмоциональности для новичков. Посмотрим, вдруг она выиграет. Да. А мы возвращаемся назад к Эрику. И нам надо зайти в этот корабль. А чтобы зайти, нам нужен ключ. Осмотреть загадочную дверь. Давайте сначала осмотрим. Ключ, по-моему, есть у Бена. Ага. Подождите, давайте попробуем. Ладно, сейчас вот эти все фрагменты загадочные мы передадим Эрику. А у нас ключа нету, что ли? Надо что-то заново собирать. И-и-и. Нам надо еще пособирать загадочные фрагменты загадочные. Блин. Ладно. Что же? Жалко. Я думала, можно повторный раз использовать ключ, который у нас был. А теперь его нету. На большую сцену уступаем на состязание. Ну, отлично. Мы это уже читали. И, надеюсь, Роберточка, давай, не подведи. Рискуем. Ну, вот. Давайте попробуем, Роберто. Давай. Давай, давай, давай. Так. Ну, ты там поиграл уже в свой компьютер? Да, поиграл. Я хочу, чтобы он, знаете, что сделал? Отправился в ратушу и устроил, запланировал бум-бум-шоу. Это я не знаю, что это значит, но, я думаю, нам стоит попробовать. Давайте в 20 часов или лучше попозже чуть-чуть. Пока он доедет, уже наступит 20 часов. Давайте лучше попозже сделаем в 22. Вот. Отличное время. А мы возвращаемся назад к Эрику. Посмотрим, как ты там собираешь уже эти фрагменты, которые нам понадобятся. Да. Нет, пока мы не можем. О. Загадочный. Все. Давай. Достаточно. Ты уже можешь создать, собрать ключ. Да. Ага. Ну, отлично. Теперь мы можем вставить дверь. В дверь загадочный ключ. Отлично. Давай, быстренько. Ну, кстати... Ух ты, как красиво это открывается. Толком-то и ни разу не были в темноте в этой пустоше. Да. Итак, спускаемся по лестнице. Сейчас мы посмотрим, что же там новенькое для нас есть. Кстати, голодный ключик. О, классный. Мудлетик. О, пирамидки разные. Подождите, это уже какая-то другая пирамидка. Тогда мы красную собирали. Это уже другая. Это что такое? Это что-то непонятно. Или это голографический питомец? Я что-то немножко... А, вот голографический питомец. А это что-то другое. Занимает десятое место. Как же... Ну, кстати, тогда она, по-моему, одиннадцатая заняла. Нет? Жаль. Жаль. Ну, ладно, ничего. Мы в будущем потом первое займем. Я уверена в этом. Уверена. Так, ну все. Мы, по-моему, все собрали то, что у нас тут есть. Поэтому мы можем возвращаться назад домой. Итак. Бен, ты запланировал бум-бум шоу? Бум-бум. Мне так нравится это название. Давай. Ты поиграй на ритм-коне, который находится в этом парке. По-моему, находится он здесь. Или же не здесь. Или же не здесь. Нам надо получить статую свою собственную. Ну, мы это сделаем. Обязательно сделаем. Ну, пока я не думаю, что стоит с этим торопиться. Ну, что же, давайте дождемся 22 часов и посмотрим, что это за бум-бум шоу. Да? Познакомиться. А, это та сирена. Да. Да, мы знаем ее. Нам знакомиться не обязательно. Давайте, мы поболтаем с этим роботом. Оранжевым. Ярким. Смешно. Забавную историю. Так, ну, через 3 минуты сейчас должно что-то начаться. посмотреть бум-бум шоу. И что? Вау! Вау, блинский! Я хочу это сфоткать. Дайте мне это сфоткать. Это все? Это все? Я даже сфоткать не успела. А, это, это типа, не знаю, это типа салют, что бум-бум шоу начинается? Куда этот идет, Бен? Ты куда? Да что ж такое? Да уж. Да. Ну ладно, ребятки, давайте я закончу серию. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилась эта серия, можете оценить видео, поставить пальчик вверх, написать комментарий и внизу под видео и же подписаться на мой канал, если вы, конечно, не подписаны. Сейчас Бен любуется этим бум-бум шоу просто на пустующее здание. Отлично. Да. Никаких салютиков нету, а ему нравится. Ладно, всем пока, ребятки, и встретимся в следующей серии. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась серия, можете оценить видео, и я уже это говорила. Пока, ребята, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok